Всем привет! Обзор моих покупок, которые вы постоянно просите вам показывать, в этот раз из магазина Светофор. Вчера вышло видео с новинками и думаю, кто досмотрел это видео до конца, все уже в курсе, какие покупки я совершила. Взяла кое-какие продукты, а также товары для дома. И всем, кому интересно, оставайтесь со мной и досмотрите это видео до конца. Также подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы первым узнавать о моих новых видео. Не забывайте про лайки, дизлайки и комментарии. Всем приятного просмотра! Первая покупка это плавленый сливочный сыр. Я его периодически беру и он мне очень нравится. Масса 400 грамм, цена 52,90. Состав этого продукта, конечно, не очень. На первом месте заменитель молочного жира. Идет пальмовое, рапсовое, соевое масло. Дальше сыворотка молочная, сливки, молоко сухое, обезжиренное. Ну, в общем, большой состав. И кто особое внимание обращает на состав, я думаю, вам этот продукт не подойдет. Я на составах не заморачиваюсь. Если нравится, то я беру. Не часто, но периодически беру. Внутри вот такой вот продукт. Хорошо намазывается на бутер. И по вкусу тоже очень вкусное. И мне будет очень интересно ваши отзывы по поводу этого сыра. На вкус не пластилиновый, не сладкий, не соленый. Мне нравится. Следующую покупку я повторяю очень часто. Она мне очень нравится. Морская капуста витаминной. 470 грамм. По цене 37,90. Состав хороший. Мне нравится. На первом месте морская капуста. Вода питьевая. Лук репчатый. Морковка. Растительное масло. Регулятор кислотности. Уксусная кислота. И пряности. Это уже готовый самостоятельный салат. Могу есть и в таком виде. А также могу сделать из него еще салат. Добавив яйца. Кукурузу. И крабовые палочки. Получается очень вкусно. Вот так вот он выглядит. И я думаю, кто любит морскую капусту, тот меня поймет. Многие ее не любят. А я очень ее люблю. Не буду ее перекладывать в другую тарелку. Я думаю, вам будет все понятно и видно. На вкус она очень вкусная. И кто еще не пробовал, присмотритесь. И еще говорят, что она полезная. Следующая покупка это плавленые сырки Дружба. Почему-то я их брала 4 штуки. На кассе оказалось 2. Не знаю, не могу понять. Ну ладно, не стала возвращаться. Цена одной штуки 4,90. Очень они мне тоже нравятся. Они солененькие. Ну и тоже за свою копеечную цену тоже их беру. Масса 70 грамм. Срок годности 120 суток. Состав похож вот с этим вот составом. И мне тоже интересно, вы покупаете такие сырки? Потому что в других магазинах они стоят намного дороже. В том же магните. В пятерочке. Правда, сейчас у них изменилась весовка. Раньше они были намного толще. А теперь вот так вот. Но опять цена 4,90. И, к сожалению, на вкус они тоже изменились. Почему-то в этот раз мне этот сыр не больно понравился. Не знаю. Ну, конечно же, я его съем. Но раньше они были намного вкуснее. И вот эти вот продукты. Этот и этот продукты заменители молочных жиров. Следующая покупка это сыр Гауда. 45% жирности. Цена за 1 килограмм 333,90. Упаковка у меня вышла на 114 рублей 19 копеек. По вкусу сыр мне очень понравился. Также он режется очень хорошо. Не пластилин. И по вкусу такой в меру соленый. Даже горковатый, необычный вкус. Присмотритесь тоже. За свою бюджетную цену очень даже неплохо. Без заменителей молочных жиров. Майонез Провансаль от Мистера Рика. 100% натуральный продукт. Жирность 67%. Майонез как майонез. Цена майонеза 59,90. Нравится? Отличный майонез. Также его беру. Из ароматизаторов, консервантов, крахмала и ГМО. 100% натуральный продукт. Следующая покупка колбаса полукопченая краковская традиционная от Черкизова. В нашем магазине продавалось только вот в такой упаковке без состава. Такую же колбасу продают в другой обертке, но там написан состав. И кому интересно, я в прошлом или в позапрошлом видео показывала и рассказывала про эту краковскую колбасу. На первом месте свинина, а на втором мясо кур механической обвалки. Колбаса мне понравилась. Вот так вот она выглядит. Не стыдно поставить гостям на стол. Бутерброды. Нормальная колбаса. Сам рогалик. Цена этой колбасы за одну штуку 80 рублей 90 копеек. В нашем магазине в Можге он 79,90. Кому интересно. Плюс, я так понимаю, в разных городах плюс-минус 1-2 рубля. И вот последняя моя покупка. Вернее, не последняя, а последняя из продуктов. Печенье кольцо с орехом 550 грамм. Цена 91,90. Вкусное печенье. Мы уже его попробовали. Печенье песочное и сверху орешки. Утром попить чай. Очень-очень вкусно. В этот раз мне понравились все мои покупки, кроме вот этого сыра. Все-таки я его, наверное, в следующий раз уже не возьму. Или возьму не Дружбу, а какой-нибудь другой российский. Или как они там еще называются. А так майонез. Майонез, правда, не пробовала, но знаю, что он очень вкусный. Этот сыр прям тоже очень вкусный. От салата я вообще в восторге. Сыр. Мне очень понравился сыр Гауда. Колбаса краковская тоже норм пойдет. Печеньки тоже вкусные. И это еще не все покупки, которые я совершила. Сейчас я вам покажу самое интересное. И вот она вешалка напольная. Ее ширина 45 см, а высота 96 см. Так вот она выглядит. Изготавливает эту вешалку Россия город Киров. Состав дерево. Цена 587,90. Эту вешалку, оказывается, надо собирать. Детали от вешалки и также саморезы. Сейчас соберем и покажем вам. Так выглядит вешалка в собранном виде. Собрали ее быстро и легко. Эту вешалку я купила в комнату для сына. И наконец-то надеюсь, что у него будут вещи аккуратно собраны. Вот на этой вот вешалке. А не валяться, где попало, по всей его комнате. Как вам вешалка понравилась? Мне очень понравилась. Места много не занимает. В доме чистота, порядок. Все на нужных на своих местах. Вешалка не очень широкая. Принцип этой вешалки понятно. Тут раз, два, три, четыре полки и верхние плечики. Вещи раскладывать уже не буду. А сейчас унесу к сыну в комнату. Пускай там у себя делает сам порядок. И следующая покупка уже для меня покрывала плед. Очень мне понравилась расцветка. Плед полтораспальный. Состав 100% микрофибры. Изготавливает Россия, город Иваново. На ценнике были указаны размеры. Я, к сожалению, уже не помню. Тут не указано. Подпишу вам. И вот она сама покрывала. Покрывала не очень толстая, но не очень тонкая. Получается, с этой стороны она без узора. А с лицевой стороны у нее есть вот такой вот небольшой узор. Сейчас повешу на эту вешалку и покажу вам. Мне это покрывало очень понравилось. Оно мягкое. И качество отличное. Нигде не торчат нитки. Все ровно прошито. Я думаю, на моей кровати будет очень красиво смотреться. Плед на мою кровать не подошел. У меня кровать шириной метр сорок. Длина стандартная. И мне этот плед оказался маловат. Ну как маловат. Он прям впритык-впритык. А вот на чеке написано. Плед Aerosoft. Размеры 160 на 200. Цена 379,90. Но если у меня кровать метр сорок, то этот плед никак не может быть метр шестьдесят. Так что имейте в виду. Мне этот плед все равно понравился. Своим цветом, своей ценой, качеством. Посмотрите. Очень классный нежный цвет. Вот так вот он выглядит с изнанки. В общем, я довольна своей новой покупкой. И всем, кому это видео понравилось, было интересным и полезным, ставьте пальчик вверх или вниз. Подписывайтесь на мой канал. Пишите мне комментарии. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok